Признан виновным директор управляющей компании, из дома крыши которой на ребенка упала глыба льда, получил условный срок. Напомню, ЧП произошло весной этого года. Тогда с крыши дома номер 3 по улице Лобкова сошла масса снега со льдом, в результате чего пострадала 10-летняя девочка, проходившая мимо вместе со своей бабушкой. Ребенка в тяжелом состоянии, с травмами живота и переломом ключицы, увезли на машине скорой помощи. По факту ЧП возбудили уголовное дело. Следователи установили, что дом, с крыши которого упал снег, обслуживает управляющая компания «Труд». Ее директор Андрей Цымбаревич в ходе судебного процесса свою вину не признал. Он сообщил, что ледяная глыба упала не с крыши здания, а с козырька одного из магазинов. Однако в итоге Ленинский районный суд признал Цымбаревича виновным и приговорил его к двум годам лишения свободы условно. С испытательным сроком еще в два года также обязал выплатить потерпевшей 350 тысяч рублей. С указанных пристроек, это магазин «Оникс» и «Мегафон», снег не мог упасть, потому что там присутствует козырек, который фактически ограничивает движение снега с крыши указанных пристроек. На крыше же дома отсутствуют какие-либо ограничители, отсутствуют водостоки, которые могли бы, скажем так, притормозить падение из ката снежно-ледяной массы. Поэтому органы предварительного расследования возделали вывод, в том числе, о том, что именно с высоты, то есть с крыши дома.